В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О материнском капитале и расширении полномочий полиции Владимир Путин подписал ряд законов. Более 500 бизнесменов Сарова получили поддержку. В ЦПП подвели итоги уходящего года. Классный руководитель года 2021 Татьяна Шарова стала победителем городского конкурса профессионального мастерства. Далее расскажем обо всем подробно. Накануне президент России Владимир Путин подписал несколько важных законов. Среди них закон об организации власти в субъектах РФ, который устанавливает единый срок полномочий глав регионов в 5 лет. Кроме того, документ отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд. Решение о сроках губернаторских полномочий будут принимать ЗАГС Собрания. Также Владимир Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции. Кроме того, президент подписал закон о расширении полномочий полиции. Согласно поправкам в закон, полицейские получат право вскрывать автомобили для спасения человека при угрозе теракта, для обеспечения безопасности во время беспорядков или ЧАЭС, для задержания подозреваемого или в случае, если водитель, по мнению служителя закона, пьян. Также сотрудники правоохранительных органов смогут проникать в квартиры, дома и на участки, а также оцеплять жилые помещения и территории для задержания преступника. В Центре поддержки предпринимательства подвели итоги уходящего года. О том, что удалось сделать за это время и планах на 2022-й, рассказала директор ЦПП Евгения Калачева. Подробности в следующем репортаже. В 2021 году в Центр поддержки предпринимательства обратились более 500 бизнесменов. Еще больше людей посетили семинары и круглые столы. Для учреждения уходящий год стал насыщенным и плодотворным. Организаторы провели более 80 мероприятий различного уровня. Конференцию поставщиков, конкурс «Лучший предприниматель», фестиваль «Вкусно-фест», бизнес-акселератор для самозанятых. В 2021 году наш глава администрации Алексей Александрович Сафонов начал знакомство с промышленными предприятиями нашего города. Мы смогли провести только три визита, поскольку очень плотный график у нашего главы. Но обязательно планируем объехать всех наших представителей промышленности в 2022 году. Активное взаимодействие Центра поддержки предпринимательства с Ассоциацией промышленников и предпринимателей Сарова также принесло свои плоды. В 2021 году для бизнесменов города провели акселераторы «Путь к успеху» и «Социальное проектирование». Также видна и положительная тенденция в сторону увеличения количества предпринимателей малого и среднего бизнеса. В Сарове это порядка 50 субъектов. Администрация нашего города продолжила поддерживать предпринимателей финансово. Выплачиваются субсидии на компенсацию затрат на образование, на приобретение контрольно-кассовой техники, на приобретение оборудования, на уплату первоначального взноса под коваром лизинга. Все эти субсидии активно выплачивались в 2021 году. Планы на 2022 год у Центра поддержки предпринимательства не менее грандиозные. Уже сейчас руководители разрабатывают планы и сценарии следующих мероприятий, а также устанавливают связи с другими регионами для совместной работы. Неплательщики алиментов будут нести ответственность за неполную плату средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Такой закон приняла Госдума. Речь идет как об административном, так и об уголовном наказании. Такие меры станут применять к тем, кто не выплачивает алименты без уважительных причин в течение двух месяцев. При этом неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Центр Сбирком продлил до начала лета следующего года порядок проведения многодневного голосования. Речь идет о муниципальных выборах. Решение о формате единого дня голосования, которое намечено на 11 сентября 2022 года, комиссия примет в начале июня. Граждане смогут проводить техосмотр личных автомобилей и мотоциклов по желанию. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Для автобусов, грузовиков и такси при этом ничего не изменится. В целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Кроме того, процедура техосмотра сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации и при замене основных деталей личного авто. Также Госдума приняла закон, который ужесточает наказание для лихачей на дорогах. Выезд на встречку и значительное превышение скорости может грозить нарушителям-рецидивистам штрафом до полумиллиона рублей и лишением свободы на срок до трех лет. По прогнозам, ввоз распространения нового штамма «Омикрон» может повысить нагрузку на систему здравоохранения и привести к росту числа госпитализации. На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом Михаил Мишустин призвал быть готовыми к любому сценарию. Подробности далее. Правительство дополнительно выделит 90 миллионов рублей на генетические исследования циркулирующих штаммов коронавируса и передаст 10 миллиардов рублей регионам на ремонт и замену оборудования, которое вышло из строя в период пандемии. Также на заседании Координационного совета Михаил Мишустин рассказал о выплатах медицинским работникам, которые помогают гражданам, заболевшим коронавирусом. Чтобы они вовремя получили положенные им средства за ноябрь, декабрь и январь, правительство направило свыше 50 миллиардов рублей. Это без учета инициированной президентом удвоенной выплаты за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания. За последний месяц Минздрав констатирует снижение числа активных случаев коронавируса. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. Сейчас медицинскую помощь получают 634 тысячи больных с ковидом. Из них чуть более 40 тысяч – дети. Также министр здравоохранения рассказал о новом штамме COVID-19 омикрон. Мы видим, что в клинической картине омикрона доминируют такие признаки УРВИ, как першение в горле, субфибрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы интоксикации подчас очень сходны с течением гриппа. Число случаев с клиникой пневмонии и ОРДС не превышает тех показателей, которые имеются при штамме ДЭТа. По данным Минздрава, первую дозу вакцины получили около 76 миллионов россиян. Полностью вакцинировались более 70 миллионов. Михаил Мурашко отметил, что прививаться повторно нужно, не дожидаясь истечения срока действия сертификата. Мы провели ряд исследований, которые говорят о том, что ревакцинация, повторная вакцинация или, как ее называют еще, бустирование, очень эффективно помогает поднять уровень защитных антител. И вакцинация вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК в сочетании с ревакцинацией вакцины Спутник Лайт позволяет значительно профилактировать и защитить население от новой коронавирусной инфекции, в том числе, как я уже сказал, штамма омикрон. На сегодняшний день в России зафиксировали 41 случай нового штамма коронавируса. По словам Анны Поповой, его выявили в основном у тех, кто прошел вакцинацию или переболел другими вариантами ковида. Все пациенты находятся в стационаре. Их состояние стабильное. Преподаватель 7-й школы Татьяна Шарова стала победителем городского конкурса профессионального мастерства «Классный руководитель года-2021». Об участии в конкурсе и работе с детьми Татьяна Владимировна рассказала нашей съемочной группе. У Татьяны Шаровой, педагога-библиотекаря школы номер 7, первый опыт классного руководства. Но уже на протяжении 4,5 лет педагог отлично справляется со своей работой. С 9-м А-классом она сразу нашла общий язык и легко настроилась на одну волну. С ребятами педагог часто организовывает внешкольный досуг и различные мероприятия. Поэтому дети отзываются о Татьяне Владимировне с особенной теплотой. С классным руководителем мы делаем какие-либо поделки, связанные с разными праздниками. Создаем видеоролики, ходим на разные мероприятия. Наш классный руководитель, он самый лучший, потому что организовывает с нами часто мероприятия и выручит в трудной ситуации. Она, например, если мы что-то забыли, нам даст учебник, что-то подскажет иногда, еще поможет принять участие в конкурсе. Свои силы Татьяна Шарова решила попробовать на конкурсе «Классный руководитель года-2021». Для первого этапа педагог подготовила видео-визитку и методическую разработку внеурочного мероприятия. А в финале конкурса Татьяна Шарова рассказала о своем педагогическом опыте и решила сложные педагогические ситуации. У меня случилось, наложилось два конкурса практически один на другой. Я готовила своего ученика, девятиклассника Красного Валерия, на участие в конкурсе «Ученик года-2021». Мы с ним заняли четвертое место. И практически в эти же сроки шла подготовка к моему конкурсу «Классный руководитель». То есть надо было готовить и Валеру, и его подготовительный этап, и в их выступлении в финале, и мой. Эмоционально было очень тяжело, но мы справились. Хотя Татьяна Шарова занимает должность классного руководителя всего несколько лет, за ее плечами уже немалый опыт участия в различных форумах и во всероссийских конкурсах. Также педагог может похвастаться успехами и своих учеников. В моем классе много успешных ребят, которые принимают участие в различных конкурсах, как городских, так и всероссийских. В прошлом году двое моих ребят заняли второе-третье место в конкурсе «Первый кубок семейных команд» от «Росатома». Это, естественно, гордость, это, естественно, радость, и есть чем гордиться. В дальнейшем Татьяна Шарова планирует участвовать и в других конкурсах, чтобы повышать свой профессиональный уровень. Состоялось городское первенство по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. В нем приняли участие как опытные спортсмены, так и юные акробаты. О том, как проходили соревнования, расскажем в следующем репортаже. В городском первенстве по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе приняли участие около 50 юных спортсменов. Среди них традиционные воспитанники спортивной школы «Икар». Чтобы стать лучшими, хорошо выполнить элементы недостаточно. Судьи оценивали не только технику исполнения, но и трудность прыжков. У кого сложнее элементы, тот получает бонус. Трудность выше, в баллах, значит ему легче будет занять первое место и так далее. А у кого слабее комбинации, тому сложнее. Надо выступать по технике лучше, уже чище делать, красивее. Варя Кулькова занимается в отделении прыжков на батуте уже пять лет. Она в своей возрастной категории 8-12 лет стала победителем. Варя признается, что победа ей досталась нелегко. Самое сложное для меня было сделать первую комбинацию, потому что 540 я делаю не так давно. Это повороты в воздухе. Лучшим в своей категории стал и Тимофей Пронькин. Для него прыжки на батуте уже образ жизни. Он проводит на тренировках почти все свободное время. Мальчик хочет стать лучшим в этом виде спорта. Надо тренироваться прям хорошо. В неделю вот я тренирую 6 раз. Спортсмены, показавшие лучший результат, 23 декабря отправятся на первенство области в город Нижний Новгород. Если там ребята вновь станут лучшими, их ждет первенство Приворского федерального округа в Оренбурге. Темный и светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 23 по 25 декабря там пройдет медовая феерия. Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феере один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку в течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ, температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает поднять иммунитет и восстановить силы. Пыльца – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Вот такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 23 по 25 декабря с 10 до 17 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!